Привет, друзья! С вами эксперт по работе с платным трафиком и евангелист сервиса Илама. 15 января 2024 года в Яндекс.Директе автоматически включится автотаргетинг во всех поисковых рекламных кампаниях, даже в самых древних, которые вы запускали давным-давным-давно. Это неизбежно, это нужно принять, с этим нужно смириться и после этого решить, что вы будете с этим делать. Вариантов несколько. Первый вариант – это не делать вообще ничего, просто дать возможность автотаргетингу самостоятельно включиться и посмотреть через недельку-другую, что произойдет. Может быть, вас все будет устраивать, ну, мало ли. Вариант второй – это прямо сейчас включить автотаргетинг во всех ваших рекламных кампаниях с теми настройками, которые вам нужны. Ну, например, оставить целевые запросы и выбрать, нужны вам упоминания бренда или нет. Например, вот таким образом – запросы без упоминания вашего бренда и брендов-конкурентов. В этом случае автотаргетинг сразу включится и, соответственно, вы будете накапливать статистику, посмотреть, что из этого получится. Ну и третий вариант – это задать предварительные настройки, отключить автотаргетинг. Как видите, настройки не сбрасываются и 15 января он включится именно с этими настройками. Если вы ничего не сделаете, то автоматически 15 января не включатся все категории, не включатся. Включатся именно целевые и запрос с упоминанием вашего бренда. Больше ничего. Но вы можете сделать другие настройки, которые вам больше подходят. Я совсем недавно снимал видеоролик про автотаргетинг. Обязательно посмотрите. Там я рассказываю, что узкие, не очень-то узкие. Этот ролик есть на нашем YouTube-канале. Пожалуйста, посмотрите, ознакомьтесь. Если вы работаете с рекламной компанией на стратегии максимум конверсий, то вам тогда ставками особо управлять не нужно. Автоматически Яндекс будет выставлять ставки и на автотаргетинг в том числе. Если вы управляете ставками вручную, вручное управление ставками с оптимизацией, или сейчас называется максимум кликов с ручными ставками, там все равно и встроенная оптимизация. Но, тем не менее, вы можете задать уникальную ставку на автотаргетинг. Работая напрямую, работая через Елама, используя даже бидер, вы можете задать уникальные ставки, потому что бидер можно задавать и на уровне таргетингов. В автотаргетинг задать ставку, например, 30 копеек, и на ключевые фразы, те ставки, которые вам необходимы. Делается это вот таким образом. Если говорить непосредственно про рекламные компании, с которыми вы работаете в веб-интерфейсе Директа, проваливайтесь в рекламную кампанию, здесь будут какие-то фразы. И автотаргетинг, вот он. Выбираете здесь ручную ставку, можно установить 30 копеек. Я не утверждаю, что автотаргетинг плохой, такой негодяй, надо его всегда отключать или максимизировать отключение, минимизировать потери, сделать 30 копеек. Не говорю, не утверждаю. Автотаргетинг в некоторых проектах работает хорошо, правда, нужно немножко кампанию подкрутить. Но если хочется, можно сделать 30 копеек. А как сделать, чтобы он работал хорошо? Нужно обратить внимание на заголовки, тексты рекламных объявлений и на посадочные страницы. Заголовки просто самое важное. В заголовке должно быть четко написано, что вы продаете, что вы продвигаете. Если это угловые диваны, так и напишите в заголовке. Если это прямые кухни, так и напишите прямые кухни. Во вторую очередь, посмотрите на описание, что вы написали там. Может быть, вы добавили какое-то прилагательное, которое вообще-то вы бы не стали использовать в ключевых фразах, но автотаргетинг за него зацепится и будет крутить вашу рекламу по такому словосочетанию. Ну и в третью очередь, посмотрите на посадочную страницу, куда вы отправляете аудиторию. Конечно, желательно отправлять пользователей на максимально точную посадочную страницу. Проверить, что там видит робот Яндекса, можно, например, через тот же мастер компании, когда вы закидываете туда адрес сайта, адрес посадочной страницы, и вам Яндекс подсказывает, какие заголовки и описания он подберет. Ну такой один из вариантов. Но вообще, самое главное, заголовок, во вторую очередь описание, сайт в третью очередь, но тоже имеет смысл хотя бы заголовки там немножко пооптимизировать. Это и в принципе хорошо для оптимизации в целом вашей рекламной кампании. Вот так. В общем, к автотаргетингу нужно быть готовым. Теперь это наша неизбежность. Придется с ним смириться и посмотрим, насколько эффективно будут работать наши рекламные кампании. Ну а с вами был Никита Кравченко, эксперт по работе с платным трафиком в английском сервисе Илама. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк этому видеоролику и пишите в комментариях, что вы думаете по поводу автотаргетинга, насколько эффективно он у вас работает и как вы будете работать с ним дальше. На этом все. Всем удачи, успешных рекламных кампаний. Еще увидимся. Пока.